Если ты хочешь улучшить развитие своего ребенка, тебе следует много разговаривать со своим ребенком, начиная с младенческого возраста. Ты должен давать ему возможность действовать, в том числе давать ему проводить время, лежа на животе, в течение первых месяцев жизни. Тебе следует научить своего ребенка языку жестов, хотя бы нескольким словам из него. Пока ты занимаешься этим, тебе следует найти способ, чтобы твой ребенок мог выучить более одного разговорного языка, в идеале бегло. Не забывай, что это двуязычное развитие улучшит многие аспекты его когнитивных функций. Тебе следует давать ребенку овощи в составе разнообразной и здоровой диеты. Тебе следует позаботиться о том, чтобы ребенок ел хотя бы понемногу из многих продуктов. Но помни, не заставляй его есть все, что лежит у него на тарелке. Чтобы способствовать развитию моторики и способности рассуждать о намерениях других, Тебе следует сделать своему двухмесячному малышу липкие варежки с липучкой на передней стороне и прикрепить другую сторону липучки к игрушкам. Поиграй с малышом этими липучками и игрушками, чтобы научить его держать предметы и визуально их исследовать. Даже до того, как он научится самостоятельно их хватать. Она сможет заниматься этим на целых два месяца раньше, чем остальные дети в квартале. Тебе также следует купить хороший набор деревянных кубиков и дать ребенку время поиграть с ними творчески. Чтобы повысить уровень интеллекта, запиши своего ребенка на уроке музыки, например, игры на фортепиано или скрипке. Тебе следует создать для ребенка визуально стимулирующую обстановку, но при этом категорически не разрешать ему смотреть телевизор до достижения им двухлетнего возраста. После двухлетнего возраста тебе следует обеспечить ребенку здоровую медийную диету, включающую умеренное количество образовательных программ, эффективность которых подтверждается тщательной оценкой. Смотри со своим ребенком такие шоу, как «Каю», «Улица Сезам» и «Киберпогоня». Поговори с ней об этих шоу. Избегай губки Боба, особенно для детей младшего возраста. Тебе следует разрешать своим старшим детям играть в видеоигры. Это должны быть не насильственные игры, но достаточно насыщенные, сюжетные, увлекательные, чтобы улучшить зрительные и когнитивные функции. В идеале некоторые из этих игр также должны поощрять и моделировать просоциальное поведение. Тебе следует самому моделировать просоциальное поведение. Позволь своему ребенку увидеть, что ты готов делиться и помогать. Но также помни, что тебе не следует явно поощрять своего ребенка за его просоциальное поведение. Когда ребенок подрастет, тебе следует приобрести или сконструировать обучающие материалы по методу Монте-Сори и, возможно, записаться на одну из этих образовательных программ. Тебе следует поработать над развитием чувства числа у своего ребенка, используя такие вещи, как доска для подсчета сотен и цепочки для счета. Как только вы освоите все это, вам следует приобрести другие материалы, которые позволят ребенку изучить физическое деление и другие математические операции. К 10 годам вы должны быть особенно уверены, что ваш ребенок понимает дроби и соотношения. Это поможет ему в освоении школьной математики в течение следующих нескольких лет. Вам следует поощрять своего ребенка за старания, а не просто за достижения. Когда у вашего ребенка что-то не получается, обязательно продемонстрируйте и поощрите хороший стиль объяснения этой неудачи. Неудача – это нормально, если вы относите ее на счет нестабильных или внешних факторов, чтобы не снижать энтузиазм, продолжать прилагать усилия для достижения успеха в будущем. Тебе следует записать своего ребенка на занятия йогой или традиционным тэквондо, чтобы улучшить его самосознание, самоконтроль и исполнительные функции. Вовлекай своего ребенка в командные виды спорта и другие регулярные физические упражнения. Если у тебя есть проблемы с физической подготовкой, не забывай о том, что нужно сокращать сидячий образ жизни, а не увеличивать количество активных упражнений, чтобы способствовать долговременным изменениям. Предоставь своему ребенку возможность чаще общаться со сверстниками. Когда дети начинают играть в ролевую игру, имитирующую жизнь во взрослом или выдуманном мире, тебе следует разрешать и даже поощрять это, чтобы максимально развить его исполнительные способности. Тебе следует поощрять, а возможно и требовать, чтобы твой ребенок участвовал, по крайней мере, в некоторых волонтерских общественных мероприятиях. Тебе, конечно же, следует читать своему ребенку книжки с картинками с самого раннего возраста. По мере того, как ребенок становится восприимчивым к чтению, тебе следует учить его обводить, а затем писать простые буквы. Тебе следует ассоциировать с ними соответствующие звуки. Тебе следует практиковаться в фонетике, а как только ты освоишь основы чтения, начинай также читать целые слова. Тебе следует обучать своего ребенка социальным и эмоциональным навыкам прямо и недвусмысленно. И предоставлять ему возможность практиковать эти навыки, работая с группами других детей и играя с ними. Тебе следует сделать своим детям прививки. Ты должен делать все это, придерживаясь авторитетного стиля воспитания. А также избегая авторитарного или попустительского стиля воспитания. Я собираюсь на этом остановиться, но этот список можно продолжать и продолжать. Я даже не перечислил все советы по содействию развитию только в рамках этого курса. Есть много других. Многие экспериментальные исследования показали, что определенные виды деятельности связаны с улучшением или, по крайней мере, ускорением развития ребенка. Например, у меня не было времени обсудить недавние работы, в которых утверждается, что приют собаки или кошки может быть полезен для физического и умственного развития. Что-то в присутствии в доме млекопитающих, отличных от человека, снижает вероятность развития астмы у детей. Уход за домашним животным также связан с улучшением двигательного, социального и умственного развития. Даже после статистического учета многих других факторов, дети, у которых есть домашние животные, как правило, имеют более развитую самооценку. Так что, учитывая все то, что я только что перечислил, можно завести и домашнее животное. Я также совсем не говорил о различиях между братьями и сестрами, родившимися первым, и детьми младшего возраста. Есть несколько авторитетных, очень масштабных исследований, показывающих более высокие общие достижения у старших братьев и сестер. Некоторые данные свидетельствуют о том, что эта разница обусловлена тенденцией родителей вкладывать меньше средств в стимулирование и обогащение своих младших детей. По крайней мере, после рождения второго или третьего ребенка, доступное родительское время должно быть распределено между двумя или тремя детьми. Так что, помимо всего прочего, заведите собаку и будьте особенно бдительны и поддерживайте младших детей, чтобы бороться с этой тенденцией. Продолжение следует...